Случайно выиграть Монте-Карло невозможно Случайно проиграть очень легко Вырастил сына, посадил дерево, съездил на мили-мили Там дыра направо, дыра налево Они так смотрят, типа дебилы какие-то из России С тросом не бегал, не знаю Какой бы у тебя не был хороший дорогой автомобиль Какой бы ты не был классный пилот Если у тебя справа как бы Не очень То ничего ты не добьешься Давайте сначала отделим мух от котлет Говно какое-то эти ваши гонки Вообще не гонки, нифига Что это такое, мы лучше поедем на драк Ну условный какой-то Ну едет, что вижу, то пою, как говорится Ты берешь эту клешню просто Погрызь, что это говно, это ваш амар Я больше его не буду есть Есть спецучастки, где по асфальтовой дороге Расстелены трубочки Слышу звук Какой-то железки Которая отлетает от нашего автомобиля Чуть-чуть промахнулись в одном повороте И нас там развернуло Мы сорвали такие аплодисменты Вообще стали местными героями И нас просто ослепило миллиардом вспышек Профессиональный штурман в ралли-рейдах Он вовсе как бы не профессиональный штурман В ралли на регулярность Стрелка температуры прям заваливает в 120 Просто вот так вот Встаем на старте Типа он мне смотрит такой Типа сам чувствует так Главное мне вот так вот Мы спускаемся и видим, что в этом бетоне Торчит тот, который был первым Думаю, наверное, нас вызывают Ну типа Самый далекий, вот приехавший экипаж Который там, значит, вот с медведями Там вот это в тундре Вот они, значит, приехали к нам Давайте им поаплодируем Ездить они на счетах Там или там черных книгах Там еще чем-то Есть такая узенькая лодочка Где садятся два человека У которых внешние локти Они уже висят над морем Грубо говоря, да К этой лодочке приделаны колеса от мопеда С тормозами от велосипеда Вы бы видели глаза этих немцев Когда мы приехали своим ходом Они встретились Я такой Твою мать Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья, с вами Стокшоу Первый и пока что единственный И самый лучший наверняка навсегда Подкаст про автомобили и не только С вами ведущий Давид и Антон Палыч Да, Давид, спасибо Здравствуйте, друзья Сегодня в гостях у нас Борис Костырко Борис, приветствую Добрый вечер Борис Участник, призер Всех возможных международных И невозможных Ралли и невозможных Мы сейчас еще об этом поговорим Но мне кажется, что всех Мировых штурманов И очень известный В кругу вообще классических Раллиных гонщиков человек Спасибо большое, что ты к нам пришел Спасибо, что позвали Очень, мне кажется, будет интересно Прям предвкушаю наш разговор И, ну, давайте я начну У меня, собственно, первый вопрос Немножечко такой Исторический Вообще, как все у тебя началось Как ты пришел вообще в ралли Чем до этого, может быть, занимался Расскажи Ну, на самом деле, история такая Интересная Я пришел В любительское ралли В 2001 году Причем пришел я туда Благодаря стечению обстоятельств В конце 2000 года У меня было ДТП со сбитыми пешеходами С разницей в неделю И там, и там Я был не виноват по ПДД Поэтому, как бы В этом плане все хорошо Но после второго У меня случился Психологический такой надрыв Мне казалось, что любой человек Который идет вдоль Дороги даже Что он сейчас начнет прыгать Ко мне под колеса То есть это реально было Очень тяжело Я не садился за руль И прочее, прочее И когда я Помучался с этим Всем Месяц-другой Я понял, что надо что-то делать И решил, как бы Клин-клином вышибать Решил поехать на ралли В то время В 2000-х годах Был Самый Главный ресурс По Любительским ралли Это конференция Автору Может быть, помните Давно-давно это было Вот В том числе Там была конференция По любительскому ралли Туда можно было зайти Посмотреть Там, куда народ собирается И, в общем Я так и сделал И решил поехать Вот прям вот Сесть за руль и поехать Как, извини Как пилот Да, как пилот На своей гражданской Обычно На своей гражданской машине С помятым капотом От этих вот Пешеходов Вот И так меня еще угораздило Да Любительские ралли Бывают разные Бывают какие-то Совершенно такие Лайтовые Бухгалтерские Там и прочее А меня сразу Ну, я еще ничего не понимал Вот ближайшее Это был Любительский канал Внутри Боевого ралли Мороз То есть по тем же Самым допам Зимние Зимние, да Зимние Вот И как-то вот С того момента То есть Ты не учился Там на гонщика До этого Не было опыта То есть просто взял Нет Был двух Двухлетний опыт Вождения автомобиля Вот И, собственно Немного помятый автомобиль Который был уже не жалко Вот Слушай, ну интересно То есть И до этого случая В принципе Ты не увлекался Гонками Ралли Нет Я увлекался автомобилями Я, собственно, из-за этого Пошел в автодорожный институт Там и так далее Вот Но, как бы Гонки-то было что-то такое Какое-то Отдаленное Там Не для смертных людей Для меня Вот А тут я как-то случайно Понял, что можно Как бы Обычным нормальным людям На обычных Автомобилях Что-то где-то там Поучаствовать И решил Попробовать Здорово Для меня отдельный Полезан был Узнать, что Ты закончил МАДИ Так же, как и я Это прям Классно Вот А потом Как бы было И штурманство Уже Профессиональное С 2003 года И на быстрых машинах Полного привода На Н4 группе Там и Субару И Валюшин И прочее В 2006 году Я стал штурманом Вице-чемпионом России Вместе с Сергеем Ивановым В группе Дай бог памяти Н3 Два литра Монопривод Вот Потом Пересел опять Как пилот Кубок России Третье место В 2012 году Как пилот уже Вот А потом Как-то уже Эта тема вся С быстрыми ралли Она как-то у меня Ну не знаю Затухла Потому что были Какие-то личные Там дела и прочее А потом Как-то вылезло Совершенно случайно Тема ретро В которой я Собственно Которую я Распробовываю В которой я В данный момент Нахожусь А как она так У тебя появилась Вот именно Тематика ретро Ну тематика Предложил просто Тематика ретро Ну на самом деле Ретро ралли Оно в принципе Ничем не отличается От обычного Любительского Дорожного ралли За исключением того Что там участвуют Ретро автомобили И применяется год Коэффициент года выпуска То есть Понятно Что там автомобиль Ну условно Восьмидесятого года Гораздо лучше Приспособлен Для передвижения И прочее Чем автомобиль Условно Тридцатого года Поэтому берут Штрафные очки Умножают на Коэффициент Если у тебя машина Машина тридцатого года Значит на один И три На один Запятая три Штрафные очки Если на восьмидесятого На один И восемь Ну в таком плане Как-то уравнивают То есть Внутри Условно Внутри Заездов Могут быть Автомобили И тридцатого года И восьмидесятого Просто их разделяют Именно бальной системой Да Ну Эта бальная система Она их ранжирует В абсолюте А так у них Конечно Свои группы Есть группа ветеранов Довоенных Есть олтаймеры Там условно До семидесятых годов Есть янгтаймеры Ну вот Так чему Это все началось То есть Это в принципе Было то же самое И ретро ралли Когда оно Стало Цвести в нашей стране Да Развиваться То естественно Возник Возникла потребность В людях Которые Понимают А вот именно В дорожном ралли Штурман Это прям вот Ну можно сказать Главное действующее лицо То есть В зависимости От сложности гонки Там процентов Семьдесят Успеха Это штурман В любом случае Какой бы у тебя Не был бы Хороший дорогой автомобиль Какой бы ты не был Классный пилот Если у тебя справа Как бы Не очень То Ничего ты не добьешься Никак Мы сейчас еще Обязательно обсудим Да поэтому Просто в ретро Стали зазывать людей Которые вот Имели опыт Вот и так потихонечку Очень Очень большое количество Народов Которые занимались Когда-то там Любительскими Вот на уровне Автору там И так далее Да На ней перешли В ретро Хотел бы немножко Отмотать назад К истокам Да Так как ты К тому моменту Как говоришь Только сел за руль Ну по сути Да всего Два года опыта И сразу потом Попал в ралли То есть По факту Ралли Почти сразу Стала твоей Основной работой Это не было вовлечения Нет Это никогда не было Основной работой Даже сейчас Да Да Это скажем так Такое Полномасштабное Хобби Вот Работа Это Сейчас Периодически Ну тогда Ты просто Увлекался Тогда это просто Да А то Прозвучало Так Как будто Ты прям Сразу Гонщиком Стал Пилотом Нет Профессиональным Штурманом Я стал В 2003 году То есть Всего через Там Два года После Понял Понял Давай тогда По базам Пройдемся Да Ну Изначально Возьмем Более Такое Спортивное Спортивное Ралли Что делает Штурман В чем его Основная работа Так Прям Азы Да Там Я так понимаю Очень большая Работа проделывается При подготовке К ралли Да В процессе Самого ралли Очень много Раллист Работает Ой Раллист Штурман Ну и соответственно Наверное После ралли Какие то там Разборы Полетов И так далее Расскажи пожалуйста Ну Давайте сначала Отделим Мух от котлет Как говорится Да Штурман Вообще Понятие Довольно таки Растяжимое Даже В автоспорте Обязанности Штурмана Могут быть Очень разные Допустим В троферейде Штурман Это человек Который прыгает В грязь И по шее В грязи Значит тащит Куда бы зацепить Там Трос Да Лебедки А в скоростном Ралли Да Обязанность Штурмана Прежде всего Правильно Записать Синограмму И безошибочно И вовремя Ее диктовать Пилоту Потому что Там совершенно Другие скорости Вот А как бы В дорожном Или там Ретро ралли Обязанности Штурмана Это Гораздо Более Творчески Там Там Ты Ты не знаешь Полностью Дорогу Ты знаешь Там Какие-то Там Ключевые Точки А Все остальное Зашифровано В дорожной Книге Значками Вот То есть Ты Грубо Говоря Фактически Ты управляешь Автомобилем Несмотря на то Что там Крутит Руль Там И педали Нажимает Пилот Все равно Как бы Куда ты скажешь Туда и поедет И ты Твоя задача Не делать ошибок Ошибки Могут быть Очень дорогие На каком-нибудь Допе Ты сделал ошибку Ты проиграл Всю гонку Вот И соответственно Стоимость выезда Которая Там Может Исчисляться Десятками Тысяч Евро Да Просто Одним Легким Движением Может быть Слита В унитаз А ошибка Это что Такое Это там Ну Ошибка Поворот Ну Ошибка Условно Там Вы едете По какой-нибудь Горной Дороге Несетесь Да Там И у тебя Там И прочее И вы проехали Даже если вы проехали Ты уже понял Что вот он Пока вы остановились Пока вы сдали назад Пока вы повернули Уже Как бы Может быть Уже все Все проиграно Вот Поэтому Именно Назовем это Ралли на регулярность Да Куда и входят Исторические Ралли Там Роль штурмана На мой взгляд Максимально высока И максимально Большой процент Успеха Зависит Именно от штурма И то есть Если брать Исторические Ралли То Перед гонкой Нет возможности Изучить Самостоятельно Трассу Только Ты получаешь Как это называется Легенду Да Или Где указаны Все вот чекпоинты Не легенда Дорожная книга Дорожная книга Ну В большинстве случаев Так и есть Есть ралли Монте-Карло Которая стоит Особняком Где публикуются Допы заранее И ты можешь Мы даже один раз Ездили И ознакомливались С ними То есть Это абсолютно легально Да Там На всех остальных На девяносто Там девяти процентов Ты получаешь Дорожную книгу И по ней едешь С листа То есть Разнакомлений нет Так Ну а вот Расскажи пожалуйста Интересно Хотя бы на каком-то Может быть Примере Как выглядит управление Пилотом То есть Ну условно Вы подъезжаете К повороту Что ты говоришь Пилоту Какой-то набор Там вот Что там Угол поворота Сколько до него Да Вот Какие основные Если Вот в скоростном Ралли У них там Градации Поворотов Там типа Левый пять И прочее То здесь Этого Этого не нужно Есть базовые понятия Типа крест Это перекресток Крест направо Крест налево Да Там дыра Это значит Ответвление дороги В одну сторону Там дыра Направо Дыра налево Что там бывает Штаны Еще разветвление Дорог Вот такое То есть Там Скажем Девяносто процентов Позиций Пилоту даже Вообще Просто надо сказать Там штаны налево Там через двести метров Он Да уже понял И едет дальше А какой там угол Угол тоже Говорится Есть Понятие Косой Это когда У тебя Скажем Косая дыра Направо Это значит Что она От нуля До девяносто Или под себя Это значит От девяносто До сто восьмидесяти Ну то есть Вот такими Нехитрыми Понятиями Можно описывать Пилоту дорогу Чтобы он Не отвлекался И не соображал Как бы Что именно Там Имеет ввиду Штурм Он просто Сразу искал глазами Это место И Дело то что надо Да Интересно А про скоростное ралли А скоростное ралли Там Там все по другому Там Приезжают заранее Там Нужно Однокамливаться Там Там Сейчас это два проеда Ты проезжаешь на прописной Обычной стандартной машине Два Два раза Все эти допы Пилот диктует Все повороты Штурман записывает Стинограм Как диктует Ну Едет Что вижу То пою Как говорится Ну и соответственно Уже вот Пилот записывает Уже стенограмму Собственно Спецучастка Да Потом На втором проходе Уже штурман ему читает А пилот уже как бы Едет и смотрит Правильно он записал Какие-то уносит правки Совсем другое Так Вот эти вот фразы Все которые мы слышим В переговорах Со скоростных ралли Что не значит Для человека Не сведущего Это очень странно звучит Какие именно фразы Вот это вот Левый 4 Это все просто Левый Это значит налево А 4 Это Ну Общепринятая градация Это 0 это прямо 5 это 90 градусов Соответственно Там 4 Это близко к 90 Единица Это почти прямо Ну и соответственно Когда пилот получает Эту информацию Он заранее понимает Там условно На каких оборотах На какой передаче Ему надо быть в этом месте Чтобы попасть Ну и соответственно Там трамплины Тоже все предупреждаются Да Конечно Скорость Скорость Никогда не говорится Это уже сам пилот Это уже водитель Пилот Извиняюсь Пилот Водитель автобуса Еще какие Там есть С тросом Не бегал Не знаю Как бы Что у них Нет Я про скоростное Про скоростное О чем еще может Предупреждать штурман Любой подврос Любая яма Если это напрямой То как бы Подвеска отработает Даже не заметишь В основном А если это на повороте То выкинет И дорога пошла Направо А ты дальше Там это Еле срубать Ну Какое Можно как-то разделить Вот в скоростном ралли Вот эти вот То что мы видим Феерические аварии Да Как часто Это вина пилота Как часто Это вина штурмана Или там Ну вина штурмана Это если он Сказал не то Или сказал поздно А вина пилота Если он где-то Что-то Ну буквально Можно на микрон Ошибиться Этого достаточно То есть Так прям Ну сложно Глядя просто На аварию Сказать кто Довольно просто Просто надо Каждую аварию Разбирать Что как Изнутри Ну я имею ввиду Со стороны Изнутри Понятно Переговоры Послушав Все станет Со стороны Сложнее Со стороны Непонятно По факту Понял Ну у меня Наверное вопрос Вообще Учит ли сейчас Где-то На штурманов У нас Есть ли какая-то Школа Где учился Может быть Где ты После того Как начал этим Заниматься Может быть В Европе Обучался Или здесь Ну к сожалению В Европе В Европе У нас Настолько Мало Выездов Что там Как бы Учишься С колес База Одна и та же А нюансы Везде Одинаковые Везде Разные То есть Надо обязательно Приехать Повариться В этом И никто Тебя просто так Никакие нюансы Выдавать не будет Базовые Какие-то вещи Да окей А на нюансах Все и строится Как бы Итоговый успех Поэтому до этого Приходится Уже Самим доходить А что касается Школ штурманов Ну у нас Ну допустим У нас в России Там Бывает люди Обращаются К топовым Штурманам И Какие-то частные Занятия Ну как обучение Да У нас Много топовых Штурманов У нас есть рейтинг Я Как-то мне было интересно Вообще Как бы Кто чего стоит И я что-то Заморочился Мы сделали сайт Называется Не сочтите за рекламу Лутаймер.топ Вот Где Просто заносятся Все протоколы И по нехитрой Формуле Считается рейтинг И пилотов И штурманов Вот И сразу Как бы Можно посмотреть Что стоит Можно зайти Посмотреть Рейтинг И пилотов Там И Классические Ралли Там только Скоростные Нет Вернее Наоборот Классическое Ралли Это все-таки Не ралли На классических Автомобилях Это ралли На скорость Которые А Я неправильно Просто назвал Там ралли На регулярность То есть Ну и Это рейтинг Именно Ралли На регулярность Да Ну то есть Фактически Хорошим штурманом Можно стать Вкатавшись По факту Не научиться Этому У кого-то Вряд ли получится Есть два пути Ты можешь Идти Как бы сам На своих ошибках Участь Это дорогой путь Все думают Что я вот сейчас Вот потрачу Там условные Какие-то там Тысячи на тренера Я очень много денег Потрачу Но никто не считает Что типа Я сейчас приеду На эту гонку Загружусь На втором повороте Стоимость выезда Эту потерянную Никто не считает Первого Второго Десятого выезда Конечно там На десятый раз Он уже там Чего-то Чего-то начнет Соображать Но На самом деле Специфика Наших соревнований Такая Что Большинство Приехав И заблудившись На втором повороте Говно какое-то Эти ваши гонки Вообще Не гонки Нифига Что это такое Мы лучше поедем На драк Ну условный Какой-то Да Вот Поэтому Важно Чтобы люди Все-таки Приходя Получали хотя бы Какую-то базу Для начала Чтобы они понимали У меня очень Такой Я все время Ученикам Привожу Пример Такой Ты пришел В ресторан И заказал Амара Если ты не знаешь Да Там Щипцы Которые Мне там Вот эти клешни Надо Ты берешь Эту клешню Просто Погрыз Говно Это ваш Амар Я больше Его не буду Есть Один в один То же самое А когда люди Начинают Разбирать И еще одна Специфика Такая Чем больше Ты в этом Разбираешь Тем Тебе Становится Интереснее Тем Больше Нюансов Тем Лучше Твои Результаты И Вот Одно За Другим Много Людей Интересуется Много Ты Например Обучаешь Сейчас Обучается Немного Но Вообще В базе Вот этого Сайта Там Почти Семь тысяч Записей То есть Семь тысяч Человек С Каких-то С начала Двухтысячных Различного Рода Дорожных Ретро Завинованиях Принимали Хотя бы Раз Участие Там И я должен Быть Кстати В одиннадцатом Году Состоялся Дебют В ралле Классических Автомобилей И мы Приехали В зачете Ветеран На Пакарде Сорок первого Года На первое Место Ты был Штурманом Да Я был Штурманом Причем Я был Штурманом Еще Не только Тем Штурманом С Дорожной Книгой Я был Штурманом Как В трофе У нас Этот Пакард Ломался Постоянно Он весит Три тонны Я его Столкача Заводил Еще К тому же Так что Интересно Я поищу Там свою Фамилию Вообще Насколько Важна Роль Тут Наверное Можно сказать Все равно Пилота Уважительна Конечно Роль Пилота Насколько Важна Кроме Как Внимательно Слушать Как-то Он Еще Может Повлиять На Процесс Победы Команды Роль Пилота Очень важна На самом деле Это же Не шахматы В шахматах Я Ничего Не хочу Плохого Сказать Но Условно Единственное От Чего Все Зависит Результат Это твоя Голова На доске Можно играть Любой А на результат Не сильно А это Технический Вид спорта Автомобильный У тебя Особенно На сложных Гонках У тебя Должна быть Хорошая Машина Хорошо И построена И хорошо Подобрана Изначально Под эту Гонку По тактико-техническим Характеристикам У тебя Она должна Быть Хорошо Обслуживаться Во время Гонки Опять же Я сейчас Имею Ввиду Большие Какие-то Выезды То есть Механик Хороший Тоже Должен быть Пилот Тоже Однозначно Он должен Быть Абсолютно Адекватный Должен быстро Ездить Уметь Хорошо То есть То что Мы ездим Регуляруемся Это не значит Что мы там Условно 20 кетров в час Вот это Вот все Нифига подобного Иногда Приходится Прямо наваливать Причем В отличие От того же ВРС Который Там в каркасах Шлемах Мы то ни хрена Ну каркасы Это в основном У всех есть Но шлемов Нет никаких Поэтому Ощущения Те еще Пилоты Обязательно Должен быть И мало того Что хорошим Еще хорошее Должно быть Взаимопонимание И чем больше Экипаж Ездит вместе Тем больше Он начинает Каких-то таких Нюансов По взаимопониманию Хороших Качественных Которые Опять же Ведут Хорошему результату Мне кажется Это тоже важно Некая сыгранность Потому что Это же не чисто Техническая То есть Тут и коммуникация Важна Если ее нету То наверное И результат будет Не очень Обязательно Должен Скажи пожалуйста Я вот еще что подумал Мы сейчас Несколько раз Назвали Что это Ралли на регулярность Давай поясним Немножко Что такое Ралли на регулярность О какой регулярности Идет речь Что это такое Ну условно То ралли Где надо Мчать Ну как бы На допах На скорость Да Это все просто А на регулярность Тебе на старте Либо тебе на старте Дается какая-то средняя Которую ты должен Выдерживать Либо у тебя Как бы ты стартуешь И у тебя есть смена Скоростей Тоже Которые ты должен Выдерживать То есть ты Должен ехать Не максимально быстро А максимально точно Максимально точно Согласно Тому режиму Который Предлагает тебе организатор Чем меньше у тебя Отклонений В разную сторону Либо в опоздании Либо в опережении Тем у тебя меньше Пенализации И у кого меньше Пенализации То ты выиграл И эту скорость Контролирует гонщик Да Эту скорость Контролирует И гонщик И организаторы Нет Я имею ввиду При Вот В экипаже Условно Штурман говорит Направление А гонщик Уже должен контролировать Свою скорость Штурман И вводит данные В приборы И приборы Уже показывают Скорость Которую надо держать А пилот уже видит Своё опережение Опоздание Относительной скорости Уже держит скорость Приборы показывают Скорость Которую нужно держать На этом отрезке Или В данный конкретный момент Как это высчитывается На каждый тип соревнований По регулярности Свои приборы Какие-то показывают Одно Какие-то другое Очень всё Очень всё Различается И везде своя специфика Целая наука Прямо Я в принципе могу бы Рассказать по поводу Вообще Различий Ралли на регулярность Потому что На самом деле Их довольно-таки много И они совершенно Разные Вот я как раз Хотел спросить Есть ли какие-то Стандарты Международные Значит Ну начнём С наших Наши гонки У нас К сожалению Скажем так Те регионы Которые Богаты Пилотами Там Деньгами И машинами Они На Равнине То есть У нас Устроить Ну условно Горную гонку В Московском регионе С тех пор Как закрыли У метромоста Подъём Да Невозможно Поэтому У нас Больше Гонки На Похоже На ориентирование То есть У тебя есть Некоторые Штурманские Загадки Которые Штурман Решает И надо Вот правильно Проехать Про маршруту И где-то там Держать Среднюю скорость Где-то там На слалами Где-то ещё Что-то там Это вот Наши гонки Значит Есть Италия Италия Это отдельная Вообще Страна Потому что Отдельная Тема Потому что Там Во голове Угла Прежде всего Это Аутентичность Автомобилей То есть Туда можно На хорошую гонку Только там С паспортом Фива Паспорт этот Получить Нелегко Некоторые Годами Получают Вот И главная Аутентичность Автомобиля И поскольку Автомобили Условно Там Тридцатых Годов Ну На них Особо Сильно Не погоняешь Что там Основная Спортивная Составляющая Это Прям Супер Точность Значит Есть Спецучастки Где По асфальтовой Дороге Расстелены Трубочки Трубочка ПВХ С воздухом Внутри Они все Подсоединены К аппаратуре И у тебя Условно Заранее Есть Твои нормативы То есть Ты подъезжаешь К серии Спецучастков У тебя Первая трубочка Это старт Потом Первый финиш Второй финиш Третий Там и так далее И совсем уже Финиш Вот этого Маленького Кусочка У тебя На каждый Отрезок Между этими Трубочками Есть норматив Он может быть Там 10 секунд Он может быть Там 2,5 минуты Вот И ты должен Передавить Колесом Трубочку Ну первую Ты давишь У тебя Старт Да И вот допустим У тебя 15 секунд То есть ты Следующую трубочку Должен передавить Именно через 15 секунд С точностью До сотой Доли секунды Сотая доля секунды Это прям Это прям Очень мало И местные корифеи Которые уже там Которым Всем За 60 Потому что они Почему они корифеи Потому что они Наверное Лет с 20 Вот этим всем занимаются То есть это больше Механический навык Ты должен Тренировать Тренировать Вот это вот чувство Времени Чувствовать эти соты И прочее У них Средняя погрешность Погонки 2,5 сотых На всех Вот этих Вот финишах Финиши Может быть там 90 Там 120 И прочее Средняя 2,5 сотых И это на автомобилях 30-х Да Годов Да Вот Когда ты начинаешь Этим заниматься У тебя конечно На порядок Хуже результаты Ну вот у меня Сейчас приблизительно Там порядка 6,5 сотых Ну это Так себе По сравнению С ними Ну вот И то есть Вот в Италии Только вот эти трубочки Там никаких Ну тоже Можно сказать Равномерность Там движения Да Ну вот Вот там вот так Есть Гонки Еще один тип Это как раз Горные гонки Это вот Франция Монте-Карло Да Это Испания Это Португалия Португалия Вообще Самая Самая классная гонка Это вот Просто горные гонки Такие Да То есть У тебя допы Все по горам Ты приезжаешь У тебя там От 45 до 60 Средняя скорость И твоя задача У тебя висит GPS приемничек Который фиксирует Твое время прохождения Вот этой вот Сей трассы И ты там Стартуешь Ну В ровную минуту И едешь И на этом допе Может Ты не знаешь Где тебя отсекают На этом допе Может быть 40 отсечек И на каждой Из этих отсечек В зависимости от гонки Кто-то меряет Секундами целыми Кто-то Десятыми Вот Любое расхождение От идеального графика Движения Это твоя Танализация Но ты не знаешь Где эти отсечки То есть тебе нужно Все время Держать Ты должен Да Ты должен максимально Точно С точностью До Тут уже До десятой Доли секунды Но держать график Той скорости Которую тебе дают Иногда бывают Смены скоростей Да Там сначала Ты есть 60 Тут 50 Тут вообще В населенном пункте 20 Потом опять 60 И задача штурмана В этот момент Во-первых Чтобы смены скоростей Все были правильно забиты Во-вторых Еще На каждом Из ориентиров Штурман Обязательно должен Подбивать позицию То есть Написана трасса В спокойных условиях Там Организатор вальяжный Едет по правому ряду Все вот это Естественно Ты мочишь Там режешь Вот это вот все Или либо Дистанция Перебегает Либо не добегает И чем она Больше отличается От идеальной Тем хуже у тебя Уже То есть Ты вроде как Едешь в ноль А на самом деле Из-за расхождения Километража Ты везешь там Опережение какое-нибудь Или опоздание И все время Штурман должен Мало того что Показывать там Куда надо ехать Еще и вот Жамкать свои эти кнопочки Чтобы вот Все было максимально точно Ну и учитывая Что это горная гонка Там например Средняя 40, 50 Или 60 А повороты Могут быть там По 180 градусов Ну шпилек там Да То есть Фактически Средняя 60 Это превращается Что частенько тебе приходится Прям максималку большую Довольно Тоже поднимать На прямых Да Ну там прямых Особо это не очень много Да Там в основном В поворотах Надо прям Стараться Держать Пилоту Большую скорость Да Да То есть Самая как раз Фишка вот этих Вот горных гонок Минимум Расхождения С твоей средней скоростью Потому что Шпильку Условно Да Нельзя заехать Там на И выехать Ну то есть Со средней 60 Ее проехать Ну да Да То есть Тут уже начинаются Всякие игры разума Как лучше Чуть-чуть Опередить Чтобы потом меньше Опоздания вынести Или наоборот Никто не знает Где именно Засекут До шпильки Или после Поэтому там уже Такие тоже нюансы Начинаются Вот Как видите Совершенно А вот еще есть Тема бельгийско-голландская Которая к сожалению Может или к счастью Еще ну практически Никем из наших Соотечественников Не распробована Там они как-то Заморачиваются с картами То есть там Выдают карту За неделю до гонки Там куча всяких точек И надо с помощью Каких-то там правил Я как увидел эту карту Я охренел Вот И не смог Ничего это сделать Там надо как-то вот Прокладывать путь Между этими точками Чтобы Ни в коем случае На уже пройденный путь В обратную сторону Не проехать еще что-то Короче Там свой темный лес Как видите Прям вот Совершенно разные И все это В общем-то Ралли на регулярность То есть четыре типа Да их примерно Ну Плюс-минус да Из тех, которые я знаю Скажи пожалуйста Ты сказал Португалия Самая классная Почему? Что там? В чем? В чем кайф? Португалия Самая классная Ну во-первых Ее делает команда Которая делает Португальский этап ВРС То есть Суперпрофессионалы И оборудование Суперпрофессиональное Если мы ездили Там в Польше Где там у нас Мы едем Типа в ноль А у нас На одной засечке Плюс 2 секунды На другой Минус 3 То у португалов Если у тебя Там минус 0 1 Значит Ты потом Снуши результаты На этой точке У тебя минус 0 1 Все очень четко Ну и потом еще Насыщенность Насыщенность Гоночных дней В Португалии Просто зашкаливает Это Ты в 6 утра Встаешь Завтракаешь Садишься в автомобиль Ты начинаешь опаздывать Сразу Ты опаздываешь Ты несешься 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 До обеда У тебя 2 часа обед Где ты можешь передохнуть Ты садишься в машину И ты опять начинаешь Сразу же опаздывать То есть просто Вот Все это вот В таком вот ритме Очень таком Собранном Быстром Вот И это все Длится там 4 дня На четвертый день Уже как бы Такое ощущение Что уже как-то Наверное Хватит Вот Поэтому С точки зрения Спорта Это самое И мы Я надеюсь В этом году Тоже не поучаствуем Кстати в прошлом году В своей группе Группа у нас Самая мощная Это Паршаки 911 Седьмая группа На шестая Это чуть-чуть менее мощная Ну и в своей группе Первое место там за ним Это на каком автомобиле? На Сирока Сейчас у нас Сирока Тот же самый Гольф Только Чуть пониже Борис А в каждом из Вот этих вот Видов Ралли на регулярность Какие Наиболее важные Параметры Для автомобиля Чтобы Ну Самые оптимальные Скажем так Чтобы показать Хороший результат Вот вообще Совершенно Разные автомобили То есть Невозможно Такое Что вот у меня Там Такой Такой автомобиль Он и там Хорошо И тут вообще Нифига Вот Для какого Какой шорох Но 911 И 100% Вот Там В Италии Ты хочешь выиграть В Италии Там вообще Вот если Мили-мили Могу рассказать Это вообще Чума Просто Чтобы просто Туда попасть Начнем с того Что значит Могут попасть туда Только машины Которые участвовали Марки и модели Да Только те Которые участвовали Если мне не изменяет память До 55 года Вот в классической Мили-мили Которая была еще там На скорость Вот Даже если у тебя Есть такая машина А машина Которая Вот в этот список Попадает Она Стоит намного Дороже Чем тот же самый Одноклассник В том же самом состоянии Намного дороже Потому что Это Милиевская машина А та Как бы Ничто Вот Но это вообще Не гарантия Того Что ты можешь попасть Значит На каждую Модель Есть квота То есть Для того Чтобы не было Засилья Кого-то одного Они все делают Квоты Потому что У них На 300 С небольшим Стартовых мест Обычно Заявок Около 2000 Поэтому Они там могут Вот как Как угодно Вот Есть На каждую Маркомодель Своя квота И вот Попасть в эту квоту Тоже Очень Очень Проблематично Единственное До недавних пор Прям Вот Как говорится Wildcard Это если у тебя Конкретно Вот эта твоя машина Документально 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 Что она вот В те годы Именно она Участвовала Не маркой модель А вот именно Конкретно Эта машина Тогда тебе И то Несколько лет назад Это уже перестало быть Стопроцентным шансом Кого-то там Не пустили Завернули С такой вот машиной Жюри какое-то решает Да Там очень все Очень все В этом плане Очень строго И Если ты Приехал из России С каким-то автомобилем Супер Пупер редким Который вдруг Появился Из ниоткуда И который никто не знает Тебе скажут Как бы До свидания То есть они Все машины Которые могут Участвовать Скорее всего Их уже Как облупленных Знают И их допускают Ну да Они ежегодно Получаются Да Сначала он был У Пьетро Потом у Луиджи Потом еще что-то Эти все машины Они переходят Как бы Из рук в руки Без каких-либо Объявлений в интернете Все что в интернете Продается Это все Фейки Которые Все они ходят Там между собой Да Но это и создает Вот этот флер То есть что там Вот только Самые сливки По сути Да Каждая из этих Автомобилей Имеет паспорт Фива Про который Я уже говорил Что его сложно Получить Причем ты приезжаешь На техинспекцию Там Техинспектора Тоже такие Седые дядьки Которые очень хорошо Все это тоже Наизусть знают И если не дай бог У тебя там условно Там на машине Тридцать пятого года Электронное зажигание То он берет Твой паспорт Фива Который ты потом И кровью И кладет его В отдельную стопочку И говорит Что ребят Ну вот у нас Техинспекция Еще там до вечера Работает Значит вот Либо вы мне Предоставляете машину В том виде С тем зажиганием Которым она была Вот в тридцать Там в твоем Этом году Вот Либо Говорит Я ваш этот паспорт Фива Порву Сейчас чертовой матери И вы Пойдете значит В зрители А не в участники Вот Такие случаи были И неоднократно Поэтому Круто То есть Не только Большие взносы Решают Да Туда просто Попасть на старт Туда просто Попасть на старт Это уже Большое достижение Пилота Вот прежде всего Да Который не просто Автомобиль Так сказать Приобрел Но еще вот Такой Который вот Борис А в городском ралли Соответственно Вот Ну типа Тех что проходят В Москве Какие требования К автомобилю Я так полагаю Надежность По сути Да И больше Наверное ничего Ну Надежность Да В плане Пробок Иногда Это все Очень летом В такую жару И в какие-то пробки И многие Не выдерживают Автомобили Поэтому Зачастую Электрическими Вентиляторами Оборудуют Для того Чтобы хоть как-то Что-то обдувалось Да Вот А так конечно Ну Подготовленный автомобиль Он всегда доедет Ну и Насколько я знаю Там еще все-таки Немножко влияет То на Каком автомобиле Ты ездишь С точки зрения Года производства Ну вот Коэффициент Года выпуска Прежде всего Да Как это работает Ну Тут как бы Палка о двух концах С одной стороны Ты получаешь Меньше штрафных очков Потому что Чем старше Твой автомобиль Тем меньше Этот коэффициент На который Умножаются Твои штрафные очки С другой стороны На каком-нибудь Условно Довоенного Автомобиля Далеко не так Удобно Ездить Я На всю жизнь Заполнил Свои ощущения Когда я впервые Сел В ФИАТ Тридцать пятого года То есть Ну На Наше представление Об автомобиле Это вообще не похоже То есть Есть такая Узенькая лодочка Где садятся Два человека У которых Внешние локти Они уже висят Над морем Грубо говоря Да К этой лодочке Приделаны Колеса от мопеда С тормозами От велосипеда Вот Ну и вот Большой такой руль Который вот Чтобы его повернуть Пилот Он должен Предупредить штурмана Чтобы штурман Убрал вот этот Свой локоть Чтобы пилот Мог этим локтем Своим вот повернуть Вот Собственно Когда мы готовились К Мили Мили Куда мы Собственно Один раз Нам удалось съездить До еще всех Вот этих вот событий Машину Машина была куплена В Италии Была куплена Правильная машина У правильного человека А конкретно У Значит Председателя Клуба Мили Мили Собственно В Бреши То есть Это машина Которую Значит Все Все знали В Италии И Которая поставила Мировой рекорд По получению Паспорта Фива Который Я уже Как говорил Можно получать Годами Мы получили Его минут Наверное За пять То есть Человек Который выдавал Здесь Борис Божени Он тоже Прекрасно Знал эту машину Говорит Я знаю Приезжайте Я вам выдам Вот И Эту машину Полностью Перевезли сюда Поставили на учет Вот здесь Не будем говорить Правильно Это или неправильно Значит Полностью Разобрали Полностью Отдефектовали И собрали Заново Дальше Мы Соответственно У нас было Несколько месяцев Для того Чтобы ее Тестировать И Повести Собственно Уже В Италию И вот Мы привыкали К ней Это как раз Мили-мили Там была По-моему То ли в конце Мая То ли в начале Июня Я уже не помню Ну вот У нас было Там И мы вот с марта Как только снег сошел Мы значит Давай там Куртки Шапки Капюшоны Вот так вот Все это И давай там Как раз По окрестностям Рублевки Сделали большой круг И там соответственно Это был наш тестовый полигон Местные гришники Сначала очень удивлялись Потому что машина Ну мягко говоря Отличная от всех других Да А потом уже привыкли И мы соответственно Наматывали круги Там какие-то детские Полички Вылезали Их Устраняли Вот И собственно Мы думали Что мы подготовили машину И в принципе У нас времени много Я хочу рассказать Эту историю Историю Не на 5 минут Но Все наши итальянские выезды С моим замечательным пилотом Иван Юрьевичем Горохом Они как бы Каждая достойна Отдельной поезд Вот Милли-милли Она из двух гонок Можно сказать Самых Величайших Вообще В истории Одна Милли-милли А другая Монте-карло На каждую из них Просто попасть Это уже как бы Вот Можно сказать Что там Вырастил сына Посадил дерево Съездил на Милли-милли И мы Значит Очень хотели это сделать Долго-долго Выбирали машину Там тоже Какую машину Где У кого И так далее В море фейков И так далее Ну очень сложно Было Но в итоге Машина здесь Машина разобрана Собрана Все готово Встал вопрос О том Что Ну Эта машина Нуждается в обслуживании На гонке Гонка Четыре дня Вот Между каждым Между В конце каждого Гоночного дня Естественно Нужно посмотреть Что все жидкости Были на месте Да Там проверить Там Что все Все нормально работает И только тогда Там Ну провести Какие-то там Регламентные работы И дальше Выпустить нас На следующий день Тот человек Который нам Собирал Ну сейчас Без именной фамилии Да Очень все хорошо Собрал Но Была одна маленькая Скажем так Я не могу сказать Что это Недоделка Там и прочее Вопрос был в том Что В нашей Негористой местности Эта особенность Никак вообще Ну Не проявилась Особенность Следующая У Этой машины Между Карданом И задним Мостом Да Соединительная Муфта Она Ну Состоит Грубо Ну это вот Круг Да С дырками Под болты Через которые Болты проходят Соединяются Вот В общем-то Это Ну Условно Кусок резины Да Ну такой Специальный Вот И у нас Не было Оригинального Поэтому Пришлось Здесь Что-то Делать Его сделали Из какой-то Резины Которую Вот Добыли И мы Когда ездили Тестировали Никаких проблем С этим не было Но Ладно Не буду забегать Вперед Итак Машина готова Человек Который нам Собрал машину Посоветовал Нам Сказал Вот у меня есть Друг Который там Обслуживает на Миллиум Много-много Машин Вот я могу С ним договориться Чтобы он вас тоже обслушал Вон там 150 лет уже там Возят эти все Машины Все хорошо Мы такие Ну окей Давай Он договаривается с другом Друг говорит Ну все хорошо Только вы мне Ребят в Европу Машину привезите Хотим чтобы у меня был месяц Для того чтобы мои там Парни что-то могли там Посмотреть Что как Может какие-то запчасти Там туда Ну в общем на изучение Мы такие окей Но К сожалению Из-за Таможенных Всяких дел Потому что машина Тридцать пятого года Не так просто Вернее вообще очень Не просто ее вывезти В общем пока Подпрыгивали Пока то Пока сё В общем в итоге Привезли ему за две недели Эту машину Не за месяц А за две недели Хотя начали еще Заранее Ну так получилось Вот Он конечно что-то Поворчал Поворчал Ну вроде все нормально Как бы взял в работу Приезжаем мы уже На мили-милию Встречаемся с ним Он уже привозит эту машину На огромном автовозе Вместе со своими остальными клиентами Говорим как Что он говорит Да все нормально Мы покатались Все хорошо Машина Огонь Типа Стартуйте Мы проходим Административку Старт На следующий день Ну и Поскольку Мы Не как вот эти Итальянские деды Которые там Каждую неделю Что-то ездят Потренироваться Я говорю Вань Поехали Пока потренируемся Вот эти вот трубочки В нашем экипаже Ехал я Поэтому Очень хотелось Ну максимальный Какой-то вот накат Перед гонкой получить Вот Мы взяли машину Нашли какую-то там Парковку недалеко От отеля Там В нескольких километрах И значит У нас Свой Собственно Есть комплект Вот этих трубочек Этих приборов Всех Ты все расстилаешь Там ставишь И ездишь Вот эти вот там Тренируешь Сотой своей Тилуешь Вот Я что-то там Ездил 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 Потренировался Все хорошо Уже Темнеет Уже Завтра Надо выспаться Потому что завтра Старт Едем обратно В отель И не доезжая Где-то километр До отеля И Слышу Звук Какой-то железки Которая Отлетает От нашего автомобиля И куда-то там В куст Я говорю Так-так-так-так Стоим-стоим-стоим Что-то какая-то фигня Начали искать Смотрим Болт Болт Как раз Один из болтов Которые Через эту вот Самую резинку Проходят Отлично Завтра старт А у нас такая хрень Мы звоним Мы звоним этому Нашему Который нас взял Боссу Говорим Так и так Фигня случилась Он такой Говорит Да Все понятно Но вот у меня там Парни уже Какие-то отдыхают Какие-то Какие-то Сейчас едят Короче Ждите Через час Кто-то приедет Ну Километр до отеля Я своим опытом Быстрых ралли Когда механик Не ляжет спать Пока вот это все Не будет готово Хоть час 4 утра Там и прочее Завтра старт Как бы надо Чтобы машина была Прежде всего Поспишь потом После гонки Там не так Вот через там Ну условно Минут через 40 Приезжают значит На этом На своем Автобусе Механики Поднимают С моря Да действительно Вот эта вот Хрень разорвало Просто из-за того Что вот Постоянно Какие-то Повороты Вот уже там Какие-то горные Дороги То есть там Нагрузка на этот узел Уже гораздо больше Плюс еще Мой пилот Он На ручной коробке Ездил только Когда сдавал На права И поэтому Он Там как было Что он Едет всю дорогу А я езжу только трубочки Всю дорогу ездил Ну и поэтому Как бы он пока Приспосабливался к машине Все-таки были какие-то там Больше рывковых Вот этих вот вещей Ну когда вот На ручной коробке Там приспосабливаешься И нагрузка Прямо возросла И ее прям разорвало Там У нас были запасные такие Вот И значит Машину Забирают Привозят В отель И Вместо того Чтобы броситься Там что-то там Починить Ну мы утром Типа поменяем Я такой Ну я не стал Вмешиваться В эти Немецкие порядки Вот Утром так утром Мы уже Значит идем в номер Уже все там Отдыхать И прочее Тут звонит Мне этот босс И начинает Короче Говорит Что вот Я вас просил За месяц Мне привезти А вы мне привезли Там хрен знает За сколько Бла-бла-бла-бла-бла Короче Говорит Я не буду вас Обслуживать на гонке То есть Вот да Завтра старт Последний момент А мы ночью Лишаемся Обслуживания Дилемма Мы начинаем Как бы Звонить Тому человеку Который порекомендал Ну что же ты Иглесис Да Вот это вот Он начинает Там что-то Потом перезванивать Нам и повторяет В точности тоже Что я уже услышал Да Ну вы же там Типа вот Не привезли за месяц Он вас обслуживать Не будет Вот Помог Да Мы Ну что Надо что-то делать Ну машина Тридцать пятого года Тысячу восемьсот километров Сама вот так вот Не проедет Без обслуживания Никак Стали что-то искать Что-то какие-то Другие варианты Ну все Ну какая-то ерунда Профиру Да Профиру Точно Ну вот В итоге Мы уже выходим на завтрак Все еще Нет никакого Решения Просто То есть вот Беру В свои руки Инициативу Подхожу к этому чуваку Который нас послал Я говорю Так Я конечно все это понимаю Да Но ты тоже нас пойми Да Вот мы приехали Вот как бы гонка Давай так Что Ты нам Только обслуживание После После гоночного дня Все жидкости Там посмотришь Там и прочее Прочее Плюс у нас Вот если Вот эта деталь Слабая У нас их еще было две Давай Соответственно Сейчас вы ставите одну И через два дня Гоночных Вы поменяете ее И все Он такой Почесал репу Говорит Ну ладно Хрен с вами Вот Все таки Типа Какое-то Хоть какое-то Обслуживание Чтобы дотянуть У нас было Значит Приезжаем мы На место Откуда стартовать Значит У них Шатры Шатры Каждая машина Под шатром Там всякие дорогие Феррари Ну там Хорошие бы Машины И клиенты С деньгами И прочее И наша машина Отдельно Как бы Сбоку стоит Такая Ну как бы Вроде как с ними Но не очень Вот такие Ну и ладно Вот И садится Мой пилот Опять же Не очень подготовленный Именно Кручной Да Первый день Короткий Что-то там 300 с чем-то километров Мы проезжаем А еще момент Значит Прямо перед стартом Прямо перед стартом Когда был что-то час до старта Мне звонит Паша Паньковский Спасибо ему за это И говорит Что вот Я узнал У нашего чувака Который нас обслуживает У него есть бушные Но оригинальные Вот эти штуки То есть не вот эти куски резины Я потом когда увидел Понял почему Как бы Потому что они Ну может быть Это и прорезиненные Но это прям Какая-то очень жесткая хрень И плюс еще Каждая дырка Усилена металлическими Пластинами То есть там Еще не разовьешь Но говорит Это у него там Он тебя ждет Но тебе надо еще на такси Хрен знает Куда там доехать И прочее Вот И у меня еще был такой То есть буквально За час до старта Где-то там мы выцепили такси Все перекрыто уже И куда-то Я там в какой-то Колхоз какой-то ехал Где там был Отличный Построенный ангар Там с кучей Вот этих вот машин Где ждал меня Этот чувак уже Который вот уже Должен был ехать Куда-то Он мне отдал Я говорю Сколько денег Сколько Говорит Да ладно Хрен с тобой Только до финиша Доедьте Вот И нам поставили Уже оригинальную На старте Это нас собственно спасло Потому что Если бы мы на этих резинах Ехали Это Ну это все Долго бы они Не продержали Вот И стартуем Значит первый день Иван Юрьевич за рулем Немножечко машины На переключениях Там особенно на трогании Дергается Это все Насилует этот узел Все равно Приезжаем эти 300 километров Приезжаем На Ну финальный сервис уже Да Нашу машину там встает Что-то протирает Что-то там это Ну Как бы мы же договорились Да Мы идем В номер Со спокойной совестью Что у нас машина будет подготовлена На утро следующего дня Когда уже там Ну До старта у нас Ну минут 40 Мы приходим К машине А И Так сказать Удивления продолжаются Этот босс говорит Ребята Говорит Я бы на вашем месте Вызывал сейчас эвакуатор Вот Потому что вот До следующего там Следующий этап был До Рима До Рима Вы 100% не доедете Мы говорим А почему Говорит Ну потому что За 300 километров Вы раздолбали Вот эту оригинальную хрень Практически в ноль Вот И у нас Тоже недоумение А ты не мог там Вчера вот это вот Посмотреть и прочее Говорит Мы короче Всем нашим коллективом Посмотрели Все типа Вам И тогда будете Там Выгребаться оттуда А старт Вот Вот Прямо уже Там Пока говорили Пока то сего Там 20 минут осталось Ну мы Приехали Не просто так Да Чтобы вот как-то Слиться сразу же И я такой Говорю Иван Юрьевич Я говорю Ну давай так Давай сейчас Мы тогда поменяемся У меня все-таки Ну с ручной Гораздо больше Я постараюсь Как-то Эту Уже даже Ничего не поменяешь То есть уже Даже вот эту вот Хрень менять Ну ее условно Там 30-40 минут По-моему они меняли То есть уже даже Вот если их там Всех заставить Быстро поменять ее Да Уже тоже не вариант То есть вот на этом Раздолбанном Надо вот куда-то ехать А до Рима Было там 800-900 километров Надо было проехать По горам Вот на это Раздолбанное хрень Говорю Давай Я попробую Я ничего не гарантирую Я прям нежно-нежно Вот попробую ее Вот Довести до Рима Мы приедем в Рим Поменяем уже на эту самую И дальше Я все-таки Наверное Как-то до финиша Ее там дотяну Я говорю Ты прости Но наша задача Сейчас Все-таки до финиша Попробовать доехать И значит Под такие насмешливые взгляд Мы меняемся местами Я сажусь И прям Прям я никогда Так нежно сцеплением Не работал Вот никогда в жизни И Вот И мы Уезжаем там на старт Ну они так смотрят Типа Дебилы какие-то Из России Вообще Вот И Всю значит Вот эту вот дорогу Я думал только о том Чтобы Максимально Плавно Нажимать И газ И сцепление Вот это вот Все Я прям Можно сказать Я нес ее на руках И вот эти вот 800 или там 900 километров Дорима Мы доехали Я не знаю как Вот Вы бы видели глаза Этих немцев Когда мы приехали Своим ходом Они встречали Ну да Уже следующий там У отеля Там они тоже Все шатры Они просто вот Все вот так На нас смотрели Как вот Я не знаю Ну этого Этого не может быть Вот Сразу нас поставили Под шатер Сразу нам чай Кофе Пожалуйста Там тыным-сюдым То есть как-то Сразу мы уже Поднялись Поднялись В их глазах Да И после этого Даже никаких разговоров То есть они там Уже сами что-то Даже там Дополнительные работы Делали и прочее То есть мы Да Поднялись в их глазах И мы поставили Вот эту вот Последнюю Вот эту вот Оригинальную хрень И Собственно Доехали уже Гонку До конца Ну вот Конечно Вот эти вот Переживания Да Когда ты вот Готовился Готовились Готовились не один год Со всем этим Попал Приехал туда И вот прям Остался Без обслуживания И вот Все-таки Все-таки Победил все обстоятельства Это вот на всю жизнь Какое место заняли? Заняли место Очень неплохое Там Первые То ли 30 То ли 40 Награждаются всегда И там Первые То ли 30 То ли 40 Из там 300 с чем-то Это все Чемпионы Каких-то там лет И прочее Мы заняли Если не ошибаюсь 43 место То для первого раза На миле Это прям Это прям Очень круто И с учетом Класс Я забыл все вопросы На самом деле Борис Расскажи пожалуйста Где еще удалось Поучаствовать Потому что так красочно Рассказал про миле-миле Где еще Поездили Там вот Монте-Карло Сколько раз Вы там были В какие года Монте-Карло Сколько раз Ну и не только Монте-Карло Сколько раз были На это тоже Есть Тема такая Прикольная Райл Монте-Карло Всегда заканчивается Само Монте-Карло И потом Случается Галужин Где В буквальном смысле Все участники Меряются У кого длиннее У кого длиннее что Значит Когда ты Первый раз Финишируешь Монте-Карло Именно ты должен Доехать до Монте-Карло Если ты где-то там Потерялся там На трассе Ты не считаешь Но вот если ты Доехал до Монте-Карло Тебе на подиуме Вручают Если ты первый раз Доехал Тот значочек Такой Вот Герб Автомобильного клуба Монте-Карло С крючочками И планочку С изображением С надписью Того года Которым ты Проехал гонку И это тоже С крючочками И вот Эти планочки Друг на друга вешатся Получается вот такая Вот длинная штука То есть Кто больше Монте-Карло Этих проехал Того длиннее И вот все значит Вот в смокингах Такие дядьки Там И значит там Друг на другу Там типа Вот И сразу можно понять Кто сколько Этих гонок Проехал Мы уже С Ильей Львовичем Кашиным Четвертый раз Проехали вместе Вот Все шли Выше 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 Но сейчас уже Выше Прямо Это уже Прямо Сложнее Сложнее Вот К чему я говорил К чему вопрос Изначально Это был Где еще был На каких Ралиях Был Значит Был в Монте-Карло Был в Португалии Были мы в Польше На трофеи Вот трофеи Это типа В регулярности В мировой Ну типа Чемпионат мира То есть выше То есть официальная серия Международной Автомобильной Федерации Вот Были в Польше Пока еще Поляки Хотя бы как-то там Настерпели Да Это в каком году? По-моему 21 По-моему 21 Заняли там Обидное второе место В абсолюте Чуть-чуть не выиграли Сначала выигрывали Но потом Местные нас Так сказать Подвинули Что засудили? Не Не засудили Нет Местный экипаж Просто Лучше нас проехал Этот экипаж Он на Монте-Карло Там тоже Хрен знает Сколько участвует Очень опытный Поэтому Не обидно было Им проиграть Вот В этом году Еще ездили На тоже Культовую гонку Во Франции Снег и лед Называется Ниже гляз Это тоже Своя Специфика Вот На что еще В этом году Еще поедем Вместе с Португалией На Испанию На Коста-Брау Тоже такая Очень знаменитая Гонка Ну и итальянские Итальянские Уже с другим пилотом Там Мили-мили Гран-премиум У Валари А Гран-при на Валари Точно Да Какие еще в Италии Это прям Самые такие Вот Еще Копа Милана Сан Рэма И более Такие мелкие То есть Прям Список такой Ну и Соответственно Практически Все российские Ну да Российские Скажи пожалуйста А вот Московские Ралли Вообще Как-то Организаторы Там Или судейство Контролируют Аутентичность Автомобилей Или у нас Здесь Участвуешь И слава богу Аутентичность Конечно контролируется Но в таком Лайтовом формате То есть Если ты условно Там Сделал реплику Ладовый ФТС Прям реплику То ты получишь Большой коэффициент Года выпуска Вот Но Прям вот так вот Чтобы докапывались Пока такого Каких-то строгих Регламентов Не существует Ну просто Должна быть Аутентичность Там по мотору По Каким-то таким Базовым вещам А я кстати Единственное Хотел спросить А вот этот паспорт ФИА ФИА Это другая ФИА Да Он И в России Выдается И котируется В мире ФИА Это Федерация Исторических Автомобилей В каждой Стране Есть определенный Ее представитель И ты не можешь Находясь в этой стране Получить где-то там В другом месте Ты должен получать Представитель Именно Да У нас До недавнего времени Был Борис Божинин Сейчас я Не знаю Кто Это время Несет Сейчас Вот Так что Да И сертификат Выданный Экспертом Который Собственно Эта же Федерация Сюда И аккредитовала Естественно Он Признается И по этой причине Машину привезли Сюда Сначала Нет Нет Машину привезли Еще не знаю Насколько геморройно Будет Там вот это Туда-сюда Возить Просто Поставить Там на учет Номера Там отличные Это 508 Ну и у нас Фиат У него там Номера У У 508 Вот Так что Борис скажи пожалуйста Если Есть желание Начать участвовать В ралли Классических Автомобилей Ну наверное Новичку С чего проще Начинать С какого Ну для начала Надо определиться Кем ты хочешь быть Штурманом Или пилотом Пилотом Если ты хочешь быть У тебя нет денег То надо Становиться Штурманом Потому что Пилотом Довольно Дорогостоящие Да Ну все мы знаем Сколько стоит Ретроавтомобили Вот От Скольких Вот А штурманом Да Можно Доступно Любому Просто Нужно И как-то Поучиться У кого-то Да Как-то Почитать Что-то Поучаствовать В чем-то Набираться Опыта И все Получится Только это Такая тема Что Тут Скажем так Позанимавшись Там Даже со мной Там Условно Там Несколько раз Там И прочее Сказать Все я сейчас Пойду побегать Ну нифига То есть Это Нужны Годы Активного Участия Активного Обучения Для того Чтобы Где-то Что-то Начать Представлять Из себя А если Как пилот То С чего Дешевле И проще Начинать Ну если Как пилот Опять же Нужно Как-то Со штурманом Определяться То есть Либо Это Если Какие-то Семейные Пары И прочие Которым Обязательно Объездить Вместе Да То они Вместе И учатся Если Это просто Там Условно Я пилот У меня Есть много Денег У меня Есть машина То Приглашаются На гонку Профессиональный Штурман За зарплату Вот И Экипаж Скатывается И Приезжает На хорошие места Тоже Такой Способ Есть И практикуется Ну я Имею Ввиду Вот Там У меня Появилась Там Какая-то Свободная Сумма Я такой Типа Ну наверное Что-то Можно Куплю-ка Я БМВ Продам Ёлку Наверное Я Мог бы Что-то Купить Классическое Там Как Игрушку Ну и В принципе Может быть Покататься В какой-то Дисциплине Какая-то Дисциплина И Насколько Это Ну на Классических Не очень Там много Либо Кольцо Классическое Либо Ретон Именно Ралли В какой Ралли Доступнее Всего Попасть Ну Доступнее Все Однозначно В нашем По крайней Мере Не надо Все эти Переезды Которые Тоже И Автомобили Все-таки Те Которые Туда Канают Они Сильно Дороже Потому Что У нас Ретор Ралли Можно Легко Участвовать На Жигулях Ну да В общем Да Вот И Вообще Желательно Сначала Арендовать И попробовать Причем Арендовать И Посадить Справа Того Кто Понимает Который Объяснил Что-то Провез Дальше Чем Второй Поворот И так Далее Тогда Удастся Войти В эту Дисциплину Как-то И уже Начать Понимать Нравится Тебе Не нравится Ну Чтобы Не было Ощущения Что Зря Потратил Да Да Полностью Как бы Чистых В плане Знаний Людей К сожалению Довольно Сложно И будет Доехать До финиша Ну да С таким Я тоже Сталкивался Пару раз Попадал В экипаж Где Просто О Давайте Покатаемся В итоге Выезжаешь Все куда-то Туда-сюда Направо Налево И Что дальше Делать Непонятно И Ой Что-то Какой-то Ралли Ничего Интересного Вообще Начнешь Бухать Да Да Все Давай уже Быстрее искать Как выбраться К финишу К разговору О Жигулях Скажи Пожалуйста Назови Три Топовых Автомобиля На которых Ты участвовал Ну По всему миру Неважно Не называй Жигули В смысле Кстати о Жигулях Кстати о Жигулях Да Туда посылы Забыли Про Жигули Давайте Три топовых Автомобиля На которых Ты участвовал Да Которые Тебе Запомнили Ну Однозначно Это Милевская Болила Да Это прям Сто процентов Пожалуй Ягуар Е-Type На котором Мы ездили Монте-Карло Тоже Очень классная Машина Столько Всего Вот В наших Было Что я даже Вот как-то И не вспомню Что прям Что-то Вот так Вот Ну Очень хорошее Впечатление Оставила Пагода Мерседес Замечательный Автомобиль Комфортный Практически На современном Уровне Самые Самые Теплые Воспоминания Так что Наверное Вот А на Пагоди Это где? На Пагоди Это здесь И в Италию Тоже на нем Ездили Пагода 64 65 Года 65 По-моему Отличный Автомобиль Да Слушай Еще Вот Такой Вопрос Вот эти Перечисленные Тобой Автомобили Участвующие В Ралли Классических Автомобилей Особенно Ну Естественно Зарубежные Да Все эти Очень именитые Насколько Сильно Вообще Влияет Их Присутствие На таких Мероприятиях Победы Какие-то И так далее На Формирование Рынка Классических Автомобилей Насчет Формирования Рынка Я не знаю Могу только Сказать Что допустим Машина Которая Заедет В топ-3 На Амилье Сразу Подорожает Ну На полмиллиона Даже так Да Ну Не рублей Ну Не рублей Да Ну если она при этом Там 2-3 Уже стоит То если она Призер Милли-милли То это Прям Да Но это Скорее Исключение Чем правило Ну и Соответственно Также Есть же Еще и Возрастной Ценз А нет Хотя С другой стороны Да Вот сейчас На Монте-Карло В 81 Год В 21 Году Разрешили Участвовать Автомобилям В 81 Года А с 81 Года Пошла Ауди Кватор И на скользких Покрытиях Это же полный Привод Первый полный Привод Это Теоретически Должно давать Большое преимущество Поэтому Ауди Кватора 81 Там 82 Года С рынка Можно сказать Исчезли сразу С европейского Их не так много Было И все Значит Вот Если не ошибаюсь В Вот в этом году Когда был Монте-Карло Чуть ли не 7 машин Вот уже прям Вот едут Ну вот Ауди Кватора У нас тут Да Присутствует Да В такой раз Краффен тоже было И вообще Как часто Такое бывает Вот как Скватро Что Подходит Горд Там какая-то Легендарная машина Новейшей истории Может попасть Ну Недавней Новейшей истории Может попасть Уже в классические Гонки И становятся Востребованные Ну вот Как с квадро Так и бывает Ну опять же Скорее всего Это было исключение Потому что тут Именно по типу Привода даже Что вот Первый полный Первый полный Привод Который может Напихать Моноприводы На скользком покрытии Это очень важно То есть Если будет большой Снегопад То это прям Будет километровое Преимущество А есть вероятность Что Ну то есть Время-то идет Да Там Попадет В эту Возможность Участия В Монте-Карло Субару И Субару Там залетят Тоже в цене Ну про Субару Не знаю А Ленча Дельта Интеграль Уже ждет Своего часть То есть Думаешь Такая же судьба Да будет Да конечно То есть Прям можно инвестировать В Дельта Интеграль Ну Теоретически Да Прислушайтесь Советы От знатоков Рубрика С точки зрения Вот ты Поучаствовал На многих ралли С точки зрения Зрителя Какие самые Интересные Как тебе кажется Я думаю Что горные Вот Монте-Карло Португалия На зрительских допах Там огромное количество Людей Каждая Уважающая себя Легендарная гонка Она обязательно Имеет ночную секцию Монте-Карло Имеет ночную секцию Называется Ночь длинных ножей Почему длинных ножей Потому что Если из Монте-Карло Смотреть на гору Где ездят Эти машины С включенными Люстрами Да Фарами То они Как бы Ножами Рассекают Вот эту темноту И вот это Все вот так Пересекается Очень красиво Поэтому Ночь длинных ножей В Португалии Тоже по Синтре Гоняют И огромное количество Народу Я себя почувствовал Звездой в РСИ Когда мы Чуть-чуть промахнулись В одном повороте И нас там Развернуло Мы сорвали Такие аплодисменты Вообще Стали местными героями И нас просто ослепило Миллиардом вспышек От фотоаппаратов Это очень круто Вообще Для зрителей Там создают Какую-то инфраструктуру Ну как вот На кольцевых гонках Нет Это дороги общего пользования Просто единственное Стоят маршалы Чтобы особо пьяные Не выбегали Не мешали А так все люди Там на холмах На каких-то Или там еще где-то В поворотах стоят В Монте-Карло Кстати еще Фишка такая Что Особо Агрессивные Я уж не знаю Как они Настрой Как их назвать Этот настрой Они Накидывают В шпильки снега То есть Едешь Ты едешь Вроде асфальт Шпилька И тут в последний момент Ты видишь Что там накиданы снега Просто они ее стоят И кидают Зрители Да зрители Ради зрелищности Ради того Чтобы ты Да подскользнулся там Вот Вот такой вот То есть Никакие трибуны Не ставят Это все Какие трибуны В горах Ну Дороги общего пользования Не перекрыты Гонки Для гонок Не перекрывается ничего А то есть Можно встретить И гражданство Можно все что угодно Мы на первой гонке Встретили бабулю В каких-то там горах Которая Ну мало ли что там Выпал снег Но он три раза в году Выпадает Не значит Что надо ставить Зимнюю резину Она на летней резине Значит 20 метров в час Ехала по допу Куда-то там В соседнее село Там за хлебом Наверное Ей абсолютно было Вот пофигу Что мы там сзади Там подлетели Там где-то сигнал И прочее И даже Нам даже бы хотел бы Ей некуда было бы Просто подвинуться Потому что там дороги Ну там в полторы машины А дальше уже какие-то там Камни, канавы Ну никуда не съедешь Вот Это тоже элемент Такой фарта То есть Ты можешь потерять Случайно Выиграть Монте-Карло Невозможно Случайно проиграть Очень легко Какой бы ты ни был Подготовленный Профессиональный Как бы тебе ни была Крутая машина И так далее Просто вот так вот Или там у нас Еще на том же У нас вообще Первый у нас выезд Собрал Огромное количество Таких вот вещей Там типа Мчишь тоже по допу Заезжаешь в деревню Из трех домов А там молоковоз Разворачивается И ему вообще пофигу То есть поперек дороги Просто разворачивается Ну и пока вот он там Вот развернется Там минуты Там две мы стояли Там еще Еще две машины Подъехали Ну Как-то так Ну добавляет Это тоже Добавляет Не то слово Аутентичность Скажи пожалуйста Стоимость участия Это обычно довольно дорого Да Ты владеешь Как-то немножко Порядком цен И в принципе Что за это получают Участники Ну я могу сказать Масштаб Допустим Поехать на Монте-Карло С арендой машины Со стартовым взносом Все включено Только там Эти билеты Там тебе Еще надо купить Да Это Ну Не так давно Это стоило 35 тысяч евро На одного участника Ну на экипаж То есть от экипажа Только билеты еще на самолет Все остальное Отели предоставляются Организаторами Это все входит В стартовый взнос Да Вот Порядок Цен такой То есть выезд за рубеж Никогда не может Ну не будет Бюджетно А вот аренда автомобиля Для участия То есть сам организатор Может предоставить Нет То есть надо найти Просто того Кто даст автомобиль в аренду Это Насколько вообще Работающий бизнес Автомобили на Ну в Европе Это очень хорошо Работающий бизнес Вот У нас Поскольку У нас единицы Ездят Но С другой стороны Со временем Все больше и больше Людей Распробовывают Эту тему Вот И Она их Хватает Как бы навсегда Потому что Ну приехать И сказать Не Все там Фигня Это все Я не понимаю Таких людей Не видел Все приезжают Участвуют И уже там Строят планы На будущее Как бы Значит В следующий раз Вот Так что Вопрос забыл Прошу прощения Стоимость участия И что за это получается Стоимость участия Я озвучил Да То есть Масштаб такой Ну вот Опять-таки Продолжая Рынок аренды То есть В принципе Можно Ну Примерно Плюс-минус Любой категории Автомобиль Да Арендовать Да Ну Можно просто Обратиться К тем людям Которые уже В 35 Наверное Входит Какой-то там Базовый Довольно Простой Ну не обязательно Гоночный автомобиль Или это может быть Что-то Вау Как ты говоришься Там вау особо Как бы Не надо прям Вау Чтобы у тебя было 500 сил и прочее Там наоборот Там Гораздо ценнее Это Момент Чтобы ты выезжал С низких Оборотов Лучше А не чтобы у тебя Там вся мощь была На 6000 оборотов Там кольцевые настройки Вообще не работают Да Вот именно Такие вещи А аренда Она Ну Как Обычная аренда То есть Как В прокат взять машину Не Ну если ты разобьешь Машину придется Еще там Как бы Это понятно Да Ну то есть Это довольно Просто Все Ну да Никаких там Сложностей С этим нет То есть Я так понимаю Вокруг Организаторов Какого-то ралли Например Монте-Карло Всегда есть много Микрокомпаний Которые сдают В аренду К организаторам Вообще Это не имеет Никакого отношения Просто есть команды Которые ездят Тех Кто сдает В аренду Машин То есть Как только Там Есть график На следующий год Чемпионатов Там Ралли Есть много Предложений К этим Да Там По аренде Машин Наверное Так Это все-таки Такой бизнес Я так понимаю Достаточно активный В Европе И недешевый И недешевый А как в России Это устроено Сколько в России Может стоить Поучаствовать В России Все гораздо проще В России Во-первых Мы здесь находимся Да Нам никуда далеко Не надо ехать И перевозить Машину И прочее А во-вторых У нас все-таки В основном Гонки однодневные То есть Арендовать машину Сейчас можно Даже через сервис Появился сервис Аренда Именно ретроавтомобилей Через который Можно за небольшие деньги Арендовать На день гонки Просто машину То есть Ну вообще Какие-то смешные Штурманы Хорошую Арендование Дороже Чем этот автомобиль Ну понятно Что это далеко Не в идеале Машина Да Что можно там Поехать С неработающим Кондиционером Там Или с работающей Печкой Потому что Он греется От плюс 35 Все бывает Но тем не менее Очень хочется Можно участвовать И найти автомобиль Для этого Недорого А возвращаясь К вопросу Давида О том Что получают участники Есть ли какой-то Призовой фонд Вот ну например В Европе Или ты получаешь Просто статус Участник Или там Призера Мили-мили Или там Есть какие-то Бюджеты призовые Ну обычно Если у гонки Есть какой-нибудь Титульный спонсор В основном Часовые То там Победители Награждаются Там часами У нас Кстати Тоже были Замечательные гонки Когда Назывались Гум Ваня поделин делал Вот Где-то там Очень хорошие часы Были За За первые места Я знаю Я собственно Владею Вот Но это Скажем так Особенно сейчас Это скорее Исключение Чем правило В основном На гонках Главное Это вот собственно Сам результат Некоторые гонки Дают Разряды Спортивные Но к сожалению Ретро Гонки Спортивных Разрядов Не дают Это в основном Любительские Дорожные Ралли Российские Ралли Российские Ралли Какое самое У нас Именитое Популярное Самое крутое Ралли У нас В России Однозначного Ответа Наверное Дать Я не смогу Потому что Есть Крутая серия Допустим Кубок Раф Она официальная Она сложная И прочее Есть Какие-то Гонки Ну вот Было Ралли Шапар Например Было Очень Пафосное Дорогое И с хорошими Призами И прочее Но к сожалению Как у нас был Чемпионат мира По футболу С тех времен И не проводится И не знаю Что там Сейчас дальше Будет Была Была Замечательная Серия Значит Ралли Гум Тоже Огромное Количество Участников На старте Замечательные Призы И прочее Но тоже Сейчас К сожалению Там уже Который год Ралли Гум Не проводится Поэтому А Кубок Раф Насколько он Насыщенный Это же серия То есть Это внутри сезона Сезон из 5-6 гонок Обычно Насколько у нас Распространено Сколько экипажей Ну плюс-минус Собирает Ну там есть Несколько разных Зачетов Есть Для спортсменов Прям совсем Зачет спорт А есть Зачеты более простые Для того Чтобы люди Потихонечку Входили И не сразу Окунались Прямо во всю Вот эту вот Сложность Вместе с акулами Вот этого спорта Которые тебя там Сожрут И не поперхнутся Вот Так в принципе Вот сейчас Это был московский этап Там 80 80 плюс То есть Московский этап Всегда хорошо собирает Выездные Но там уже Как бы Меньше Но тоже Вполне себе Борис Борис Ты упомянул Что Значит Аренда Автомобиля На российское Какое-то мероприятие Может обойтись Дешевле Чем Услуги Хорошего штурмана Да Сколько Получает Штурман Ну это Такая Не коммерческая Штайна Но это все Очень индивидуально Ну я понимаю Порядок Там Как-то За свои услуги Хороший штурман Сколько берет Чтобы Человек Там Глядя наше Шоу Мог сориентироваться Какой бюджет Закладывается Ну это в основном Опять же От гонки Зависит От количества дней И плюс Еще Показанный результат То есть Там еще Это все Складывается Из какой-то Базовой ставки И бонусов И прочее Ну в среднем Там Несколько десятков Тысяч рублей Не сильно дорого Там опять же Все зависит От статуса Если гонка Важная Там Да Там Допустим На тот же Шапар Там На последний Искали Хоть кого-то Кто вообще знает Что такое Дорожная книга Там давали Несколько десятков Тысяч рублей Просто за то Чтобы Когда вот Прям спрос такой Ну соответственно Ценники другие Ну как-то так А в Европе На именитые Всяческие События В Европе Я могу сказать Что топовый штурман На Монте-Карло С учетом Перелетов Гостиниц Там еды И прочее Три с половиной Тысяч евро На гонку Монте-Карло На все Мероприятия Да Ну опять же Топовых Их очень мало Их можно Пересчитать Там по пальцам А вот про топового Пересчитаем Кстати Нет Топовых Топовых французов Я всех не знаю Те которые Ну назови просто Самых звезд Таких каких-то Не ну я могу С кем мы уже Зазнакомились Там допустим Мишель Перен Который С Бруно Саби Многократный Чемпион мира По ралли-рейдам Который сейчас Там вообще Такая тема Такая Пенсионная Французских Многих Спортсменов С мировым именем Именно французских Ну не только Французских Но поскольку Ну французских В основном А так вообще И Вальтер Рерли Туда приезжал И Господи Кто еще Ну куча Куча всех Таких вот Так что То есть профессиональные Штурманы Выходя на пенсию Начинают Минуточку Профессиональный Штурман в ралли-рейдах Он вовсе Как бы Не профессиональный Штурман В ралли на регулярность Для того чтобы ему Стать профессионалом Здесь ему нужно пройти Довольно-таки Большой путь Понятно что У него есть базис Определенный Да С которого То есть он не с нуля Начинает Но специфика Совершенно другая Вот И тот же Как бы Чемпион мира По ралли-рейдам Он нам проиграл В этом году Хотя Мы с ними Так Боролись Довольно близко Так что И соответственно На сайте Который ты раньше Озвучил Не-не-не На сайте Только российский Только российский А какой-то Мировой рейтинг Существует Это должна быть Огромная работа По поиску По вбиванию Всех этих Мировых протоколов Это нужны Большие ресурсы У меня лично Таких нет А есть звезда Вообще какая-то Ну не сейчас А вообще Вот в истории Ралли Какой-то Известный Штурман Именно на регулярность Да Про себя Нескромно Говорить После тебя На втором месте Кто Слушайте Ну это вопрос Такой Я думаю Что вот как раз Рейтинг Он был сделан Я имею в виду Про наших Спортсменов Для того Чтобы объективно Можно было оценить Заслуги Того или другого Человека А уж прям Звезда Не звезда Такое дело В мировом Опять же Тоже Есть Экипажи Такие С мировым именем С многолетним Опытом Мы все Как бы Друг друга Уже знаем И понимаем Чего от кого Ожидать И Такое Взаимоуважение Присутствует Ну а в России Вот пару фамилий Ты можешь назвать Рейтинг Откройте Там все Все Понятно Все Рекламирует Соответственно Я так понимаю Если ты Собираешься Заполучить Крутого Штурмана Заходишь На Сайт Ну не все Так просто Крутые Штурмана Они обычно У них уже Много чего Расписано Еще не факт Что подгонку Которую тебе надо Ты кого-то найдешь Но там опять Как его заполучить Готовится за сезон Видимо Заранее Надо договариваться Заранее Просто так С кондочкой Это редко Получается А пилоты Как вот Обычно То есть Штурманы Выбирают на весь сезон На все гонки Или все таки По разному Есть специфика Кто-то лучше В одних Гонках Нет Скорее Это не специфика Просто Сезон Насыщенный Обычно Ну когда вот Сезон Это там Там с конца Апреля До Какой-то осени Еще более-менее Теплой Три Викенда Из четырех В месяц Они заняты Какой-то гонкой То есть Очень мало Пустых Вот И естественно Ни один Человек Не может Все это покрыть Ну пилот Да На всем этом участвовать Вот Он его есть там Я хочу то-то Все-то Пятое Десятое Вот Под это все И договариваются Борис Насколько Психологическое Состояние Вот в текущий момент Не знаю Может быть Какие-то Жизненные обстоятельства Насколько оно Может влиять На Результаты Водителя Гонщика Или все Отключается И ты Работаешь Очень сильно Влияет все-таки Каждый член экипажа Должен быть Психологически стабилен И полностью Сконцентрирован Если он там Не выспался Или там О чем-то другом думает Да Иногда там Едешь Чувствуешь Что пилот Твой куда-то Мыслями улетел То есть Вместо того Чтобы держать Там Условно Там около нуля Там Начинаются Вот эти вот Качели И задача штурмана Быстро это понять Сделать укол в голову Да Чтобы пилот Вернулся на землю И дальше продолжил делать То что он должен делать Штурман вообще По идее Он должен быть Неплохим психологом Он Должен понимать Иногда бывает Знаете Там пилот Входит в раж И начинает Уже прям Дубасить Прям вот Вот уже На грани фола Да Тут тоже Это можно почувствовать И заранее Там Тоже сказать что-нибудь Такое Чтобы охладить пыл Ну да Пилот все-таки В кураже Может и Перестараться Конечно я все больше Понял что у штурмана Очень широкий круг Вообще Да Задач Да Тему интересно Все контролировать Да Это очень круто То есть да Все-таки Пилот управляет Автомобилем Но пилотом управляет Штурман Штурман управляет Автомобилем Через пилот Да Круто Слушай Потрясающая история Была про мили-милию Есть еще одна Давай Вот Я все ждал Такого вопрос Типа Борис Вы так много выиграли А какой приз Для вас самый ценный Он дальше был Но давай сейчас Да Тоже такая история И тоже про Италию Ну так повелось Наверное Мы поехали На самую первую Итальянскую гонку Тогда у нас еще не было Ни Болилы Ни Фиата Ничего У нас был Вот этот замечательный Мерседес Пагода И мы решили просто Вот Поехать Посмотреть Что такое Итальянские гонки А какая гонка? Это на Нуваларе Как раз мы поехали Нуваларе Это Можно сказать Вторая гонка В Италии После мили Тоже там Что-то За 200 Стартовавших То есть Прям очень насыщенные И прочее Горная? Да Но в Италии Там без города Сложно Вот И Я только-только Вообще Понял Что это за трубочки Как чего Паша Паньковский Спасибо ему большое Ввел меня в курс дела Я чуть-чуть Потренировался В Москве Сколько мог И мы значит Поехали на эту гонку Напомню Что там надо ловить Сотые доли секунды Мы проехали ее Проехали Как бы Ну Для первых Ну 60 Какие-то там Приехали Если там 200 Ну Нормально Приезжаем на финиш И всех значит Зовут на награждение Награждение Проходит в таком Старом-старом Театре Итальянском Там Довольно небольшой портер Но очень-очень много Ярусов балконов Мы такие О Значит Расселись на каких-то балконах Ну посмотреть Интересно же Ну и они Что-то там по-итальянски Ни слова по-английски Вообще Ну зачем Вот И они что-то по-итальянски Там что-то говорят Кого-то вызывают Там хлопают Что-то награждают И прочее А мы расселись Типа нас Я через весь зал Кричу Говорю Ну мы вообще Ну я думаю Маленькую ремарку Это самый Наверное Значит уже отмечать Это все Бар Естественно Ну даже Святое Вот А тот же Паша Паньковский Он Значит Попросил По усилию Завали девушку Ну через которую Мы контактировали Ну из оргкомитета Сильвия Ну узнай Вообще Что происходит Ну и как-то вот Все это вот Затихло Мы уже успели Прилететь в Москву Значит Ночью Я значит Ложусь спать В 7 утра Я Просыпаюсь От звонка Паши Паньковского Он говорит Ты сидишь Говорит Ты лучше Говорит Сядь Я говорю Что случилось Я говорит Узнал За что вам это Как выясняется Значит Пылесос Это был спонсор Спонсор гонки На территории Его завода Был значит Вот Кусок Вот этих вот Трубочек Там было По-моему Да Там было Три финиша Я уж не знаю Как бы Я еще был Ну вообще Я вот эти трубочки Ну чуть-чуть потренировался Короче Мы там сделали И всех У нас там 0-0-1 Никто не смог повторить Поэтому они Фигевали Вот когда вот Аплодировали И прочее То есть Я не знаю Почему и как Вот это получилось Это потом Попали В общем Прям Этих результатов Я до сих пор повторить Не могу нигде Но тем не менее На первую гонку Когда знаешь Уже не попадешь На первую гонку Приехали Вот с этими Всеми чемпионами И они не Кто это Кто это вообще Откуда И эти пылесосы Так и стоят Нераспакованные Как бы Вот Это не пылесос Теперь понятно Это да Аплодировали В одном ряду С кубками Стоят пылесосы Вот такая Они-то бедолаги Там по 30 лет Тренируются Да Приехали Не пойми Кто вообще На пагоде Вот Ну у меня на самом деле Был вопрос Следующий Какая была Самая смешная история Но подозреваю Что может быть Эта история была Но все же Есть какая-то Помимо таких Драматических Историй Что-то смешное Что может Блин Вот насчет смешного Даже сейчас как-то Наверное и не вспомню Драматических-то полно Всяких Без сомнения А вот смешных Не знаю Если вспомню Расскажу Хорошо Самая сложная гонка На твоей памяти Вот прям С трудом Когда шла Самая сложная Это была на самом деле Монте-Карло Этого года Она была сложной Очень психологически Потому что Мы В конце Там В конце Третьего По-моему Дня Вышли на второе Место В Абсолюте И потихонечку Загрызали до первого Отгрызали у него По чуть-чуть И Это было очень сложно Потому что На кону Победа у Монте-Карло И Оставалось Что-то там Пять или четыре Секунды И это прям Настолько был нервяк Очень было сложно То есть Надо же Это все Ну как бы Быть сконцентрирован И все равно Ты думаешь об этом А как они Там А как мы И прочее Это было так Некомфортно Психологически На чем ехали Ехали на Сирока А Так я могу Еще одну историю Рассказать Как мы в этом В замечательном Монте-Карло Мы вообще могли Не стартовать То есть Ралли Монте-Карло Создается из двух частей Первая часть Это Звездный сбор Это Люди не приезжают В Монте-Карло Как бы Вот там Типа Не свозят туда Всю технику Потом приезжают Нет Они приезжают В какой-нибудь Из Городов Реймс Батхомбург Глазго Афины Что-то Вот такой список То есть Ты можешь Стартовать Откуда угодно Из этих Перечисленных И вот Едешь 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 И уже Потом Все вот это Стекается В пригород Французский Воланс По-моему Он называется И уже Оттуда Начинается Уже Спортивная Часть И потом Все вот эти Вот Люди Приезжают Уже В Монте-Карло И вручают Вот эти вот Значки И вот Мы стартовали Из Реймса Машина В идеале Мы проехали Весь Звездный сбор Кстати Ехать надо В итоге Не спишь Порядка 30 часов Это Само по себе То есть Спортивной части Там нет Но просто Тупо Ты Простулся Утром Вечером У тебя Старт И ты Едешь 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 30 часов Не спать Такое себе Вот Мы проехали Доехали до Монте-Карло Откуда должны были уже стартовать На гоночную часть Поставили машину Все хорошо Поспали Приходим Стартовать Заводим Все хорошо Тут Какой-то маршал Типа показывает Типа Что у вас там За лужа Вышли Посмотрели Ну чуть-чуть Типа капает Думаем Блин Что за хрень Вот приехали Машину поставили Ничего не было Пришли завели На следующий день Вот стало Ну ладно А механики уже уехали Механики уехали Уже нас где-то там встречать Перед первым допом Чтобы переобуть нас На шипованную резину Заправить и так далее Ну думаем Блин Ну так поедем Сейчас печечку включим Вот В итоге Мы проезжаем Через стартовую арку Чтобы выехать Из Монте-Карло В сторону допов Надо проехать Через новый Туннель Который там построили Что-то он там Больше километра длиной И когда мы заезжаем В этот туннель Мы понимаем Что у нас Стрелка температуры Прям заваливает В 120 Просто вот Вот так вот А мы только в туннель И мы даже Оставиться не можем Потому что мы Позвонить оттуда Не можем Сказать Точку прислать Где мы То есть мы должны Дотянуть Хотя бы до выхода Из туннеля И это прям был Самый длинный туннель В моей жизни Потому что Ну ты видишь Да Вот эту вот температуру Ты понимаешь Доешь Не доешь Хрен его знает 50 на 50 Вот В итоге Доезжаем мы До выезда Из туннеля А у нас График уже У нас есть Время Которое мы Должны потратить Надоест на доп Если мы опаздываем Да То нам уже Штрафные очки Начисляются Ну с такими Штрафными очками Ни за что Уже ты не поборешься А парни Хрен знает где Там 40 минут И пока мы Значит Мы там Звоним Объясняем Что как Что у нас Куда-то Ушел весь Интифриз Куда-то Стоим Что-то Проезжает Мимо немец Тоже какой-то Чувак кого-то Поддерживал То есть Опять же Вот по поводу Отношения Там к русским Да То есть он Видел что мы русские Чувак как То есть он нам Помог диагностировать А диагностировать Было непросто Потому что На самом деле Причина была В небольшом Резинном Просто заводском браке Патрубок Маленький Коротенький Который стоит Параллельно Блоку цилиндра И дырка Была Ее даже было не видно Потому что било Четко в блок цилиндра И потом оттуда Значит Под большим давлением То есть Просто вытекло Ну вот моментально Просто вот дырка Вот открылась И все Вот Мы с ним пока Значит лазили Там что-то минут 30 Пока наши ребята ехали Значит мы Диагностировали все Нашли Эту дырку Пока там то Пока все В общем парни приехали Тут же там начали Что-то там это Нас еще же надо переобуть Потому что мы уже едем На доп Они уже так Значит поставили нам резину Все сделали Все замечательно Но забыли нас заправить Ну не то что забыли Ну там уже такой Мандраж Спешка и прочее Приезжаем на этот доп Еле-еле успели А бензина Как бы уже в поворотах Отливаем Думаю Твою же мать А уже надо Надо стартовать уже Все по времени И ничего не успеваем Ну ладно Типа едем Вроде как Все хорошо проехали Первый дом Надо срочно заправляться Наших тоже Наши там где-то сзади Надо у кого-то Что-то Попытаться купить Там канистру бензина Едем Едем Первые поляки стоят Вот Мы такие Типа Бензина надо прям Нет бензина Типа Ну Ну и что от вас там Это там Ладно Хрен сам Зато Следующий Хотел я сказать Про них Не будем Да в политику Следующий были Тоже То ли немцы То ли еще Что-то вообще без проблем Почему-то еще поляки Обратил внимание С армянским акцентом А с каким С польским что ли Вот Значит купили канистру бензина Долили Доехали То есть Ну по-хорошему Да вот Опять же Чуть-чуть бы Позже бы нас бы Починили бы Не успели бы Тоже Гонка уже сразу Прыгнет То есть Огромное количество Срафных очков То есть это все Так было На тоненького Что в итоге Вот Вообще вот слушая У меня такой вопрос Возникает Вот В принципе Пилот Он же владелец Автомобиля Дорогого автомобиля Там Миллионы иногда Евро И сразу Представляется Что это люди Которые В принципе На эти мероприятия Приезжают ради Развлечения Но Слушая тебя Я понимаю Что они приезжают Рубиться То есть Там в целом Среди участников Настрой очень серьезный Так ли это Или все-таки Превалирует Какое-то расслабленное Что это вот Мероприятие Больше развлекательное Есть разные люди С разными целями Есть те Кому просто покататься Есть те Кто Ну Если уж участвуют Так надо Как-то по максимуму И потом это затягивает Рубило Но много тех На трассе То есть Когда ты Стартуешь На среднюю 60 Как вообще Условно На Монте-Карло И на Португалии Перед пилотом Висит Мониторчик Небольшой Которому Выводится Опережение Опоздания И прочее Он по нему Он даже На него не смотрит Но Как бы Боковым зрением Всю эту индикацию Еще и звуковая Индикация А все это Откуда идет Из штурманского Из головного устройства Куда вводятся Данные Которые корректируются На каждой позиции И так далее То есть Это какой-то планшет С набором программ Ну Где-то планшет Где-то Это просто Вот приборы Именно вот Роллиные Специфическая такая Прости, пожалуйста Но это индивидуально У каждого экипажа Свое Или это выдается Организаторами Всем Организаторами Ничего не выдается Ты можешь без этого Всего ехать Ну и твой результат Будет Соответственно Никакой Нет Есть какие-то Скажем так Всегда есть Какое-то топовое оборудование Да Вот смотришь На чем лидеры ездят Вот Надо сразу учиться На этом Ездить А не на счетах Там Или там Черных книгах Там еще чем-то Там Почему ездили Там 50 50 лет назад Ну это все Не наш Нет Осваиваешь Это Осваиваешь Какие-то нюансы Только так Ты упомянул Что Твое Твое Любимое Ралли Ну Как я понял Португалия Ну в общем Да Расскажи какую-нибудь Историю Про Португалию Чтобы мы почувствовали Атмосферу И за что Его надо любить Ну вот Про Португалию Как я уже Рассказывал Когда ты С утра Уже опаздываешь Опаздываешь До обеда И потом до вечера Опаздываешь Я могу несколько Историй рассказать Давай Значит Первая история Это про то Как По-моему В Двадцать В двадцать В двадцать В двадцать первом году Когда мы поехали Значит Вот как раз Последний день Когда уже Все измотаны И осталась Только ночная секция И вот Что-то я на обеде Съел не то Короче Ну обеды Весь этот кейтеринг Он предоставит С организаторами Что-то вот Нет Ну я чувствую Прям мы едем На вечернюю секцию Чувствую Прям меня мутит Уже прям вот Прям травануться Конкретно Вот И у нас тогда Как раз была Заруба С С Латышом Станевичем Тоже очень известный Дядька Который очень много Монте-Карло ездит У нас прям там Вот мы на гольфе Тогда ездили У него заряженный Жигуль То есть Жигули это не значит Что как бы Вот там все хорошо И мы значит Вот так вот Секунда в секунду Там И я чувствую Короче Вот все Сейчас мы все Проиграем Мне прям реально Уже все Вот так вот Вот И Значит В итоге Значит Меня там Немножечко Откачивали Да То есть Там какие-то Там медбригады Там все дела Там какие-то таблетки Там Вот Я говорю Не-не-не Мне надо Мне машину надо Они такие Все Типа давайте Мы у вас там Не-не-не И в общем Меня посадили Но Послали за нами Еще медицинскую машину Чтобы она там Это там Мы Встаем на старте Они так Типа Они смотрят Такой И в таком вот виде Мы финишировали гонку И в итоге Мы этого Станевича Объехали Секунд на 10 По-моему Там В итоге Ну шансов не было Если бы вообще С тобой было все в порядке Там Я так понимаю Да то же самое было Так А еще А еще была гонка Собственно Вот Крайняя Вот это вот Когда мы выиграли Первое место в группе На самом деле Это нам Очень сильно Ну по-хорошему повезло Потому что В нашей группе Были такие монстры Типа Которые все знают И у которых там Какой-то эскорт Который Сильно более заряженный Чем у нас А там мощность Конечно влияет Вот И Мы ехали на четвертом месте И за один доп Был очень удобный Убойный доп Не потому что он был Какой-то там Раздолбанный Асфальт и прочее А потому что Очень крутой Крутые подъемы И очень крутые повороты И Ну В азарте Можно сломать машину Просто тупо Там вывернув руль Там в каком-нибудь И газу дать Да И какой-нибудь Руссо тебя вырвет Просто К такой-то матери Вот И за этот За этот доп Все три Поочередно Сошли Сначала Сошел Самый лидер Вот Потом Потом Сошел Тот Который На втором месте Дядька Тоже очень известный Декремир Бельгийский Прям Суперстар Который ездит Очень часто На эти гонки И остались мы вдвоем Значит Перед нами Гольф Который Чуть По чуть-чуть Нам накатывал Он был Чуть более Заряженный И там были местные чуваки Которые гораздо лучше Задали дороги Он У нас прямо Чуть-чуть Вот там Ну По секунды По три По четыре За доп Вот как-то И они стали первыми А мы Ну В секундах 15 И за ними вторые И мы едем Все тот же доп Когда мы увидели Первый сошел Значит второй Мы такие Мы только что были Не на подиуме А тут мы так резко И уже такое Какое-то такое Чувство такое Радостное Наполняет И вот эти чуваки На гольфе У них было то же самое Только они были первыми Вот И там был такой Затяжной поворот Вниз Направо И был мост С бетонными Такими Ограничениями И короче Мы спускаемся И видим Что в этом бетоне Торчит тот Который был первым То есть он Прям вот И у нас такое Начинается внутри Интересное чувство Когда Ты только что Как бы Был никем А тут ты типа Первый в классе Это прям очень круто На Португалии И начинается уже Какой-то нервяк такой То есть надо уже Донести себя Добраться А сзади А сзади Мочит 914 Порш Который Что-то там Навалял В самом начале Но ехал Реально быстрее Но он и мощнее И как бы Тоже местные И они нам накатывали Что-то там По очень Помнову И то есть Расслабиться нельзя Вот И едем Едем Тот же самый Доп И какой-то Тоже закрученный Правый поворот И попадаем На песок И жопу Срывает И там Значит Чтобы люди Не улетали В обрыв Там ну реально Какие-то каменные Типа блоки Такие И мы Со всей дурой Такой Прям удар Прям И мы Короче Задней Частью Фигачим В этот Самый блок Я такой Твою мать Все А мы Продолжаем Ехать Я говорю Что Прямо едем Илья Лёш Такой Вроде Да Горит Я такой Ну Тогда поехали Слушай Я был уверен Что мы Просто Задним Колесом Что Ну Как-то Вот Уже Раком Боком Что Все Паркуйся Ну Вроде Нет В итоге Когда Приехали К механикам Увидели Ну Короче Заднее Колесо А потом Вот То Что Сзади Вот Небольшой Вот Мы Им Пришлись Вот В этот Блок То есть Буквально Там Сантиметра Там Сантиметров В пять И все И гонка Вот Такое Ощущение Прям Вот Было Я чувствую Мы сейчас Все прожили Не знаю Вообще Готов Я его Испытать Еще Или Нет Но Дивызги С каким Отрывом Вы Приехали Ну В итоге Мы Сохранили То есть Я рассчитал Сколько нам Надо Ехать Сколько Отдавать Этому Товарищу Чтобы он До финиша Не догнал Мы Все Это Дело Контролировали Без Экстрессов Как бы Уже Так Это Успокоились Что Нам Не Надо Вот Такого Хотя Там Ну Пилоту Там Довели До победного Потом У нас На трассе Формула-1 И Штарил Там Все В VIP-зоне Там Фестиваль Скорости Вот Типа Как У нас Сейчас Был Этот Ретро-рейс Там Тоже Только Еще Там Люди Гоняют По кольцу В совершенно Разных Исторических Категориях Мы Были Одни Из Немногих Кому Там Хлопали Награждали Был Приятно Ну Заслуженная Точка Крутая История Одна Драма Да Ну Что Делать Такой Вид Спорта Слушай А Какая Вообще Считается Какое Ралли Самое Именитое Монте-Карло Монте-Карло Милли-милли Они Примерно Они Разные Очень Сильные Но Как Да По Крутости Я имею Что Это Считается Топовые Ну Монте-Карло Чуть Больше Для Того Чтобы Повалить А Милли-милли Чуть Больше Для того Чтобы Попонтоваться Своим Многомиллионным Оригинальным Автомобилем Ну То есть Крутость Милли-милли Как раз За счет Того Что Они Очень Жестко Контролируют Аутентичность Ну И вообще Состав Участников Я так Понимаю Класс Так Ну Не знаю У меня На самом деле Последние Вопросы Если Давид У тебя Больше Вопросов Нет Я хотел Спросить Какие Планы Остались На этот Год По Участию Какие Есть Планы Может быть На следующий Год Расскажи Пожалуйста Расписан Уже На этот Год Ну Планы По Международным Гонкам Простые Осенью Будет Португалия Которую Очень Не хочется Пропускать В сентябре В октябре Вначале И через Две Недели После Нее Будет Испания Которая Будет Финалом Трофея Фьер Я вот Говорил Про Польшу Вот мы ездим Это одна поездка Два мероприятия На одной машине Нет Ну машина Естественно Не будут В Латвию Обратно возить Ну мы Естественно Тем же экипажем С тем же пилотом То есть Прилетим В Португалию Отгоняем Прилетим сюда Чуть-чуть Побудем И уже в Испанию Какая машина Будет Сирока Сирока Наше Такое Монтекарловское Оружие Сирока В принципе Неплохая машина Хотя в принципе Ну Внутри Гольф и гольф Вот Ну а на следующий год Конечно Тоже Получается Спарин Это Монтекарло И потом Сразу же Снег и лед Снег и лед Очень классная гонка Такая специфическая Но очень классная Для погонять По снегу Даже больше Чем Монтекарло Потому что Монтекарло Снова асфальтовая Получается А зато там Снег и льда Завалит Я кстати По Сирока Хотел бы уточнить Насколько она Относительно Гражданской Модифицированной Или может быть Модифицированной Сильно Тебе приходится Ну фактически Покупается донор Разбирается Усиливается кузов Варивается каркас Подвеска Мотор Коробка Все Это как бы Нестандартно Внутри регламента Это как регулируется Монтекарло Регулируется Ты ставишь туда Мотор от космолета Приезжаешь на техинспектор И тебе говорят У вас же мотор От космолета Ты говоришь Ну это для безопасности А ну тогда ладно Нет Ну у нас конечно Такого нет Но в общем Сплошь и рядом Там Ну это работает И этим пользуется Да Можно приехать На кроссовой машине Там в каком-то Три что ли года назад В призерах Абсолютно был Фиат Ритма У которого Все панели были Пластиковые Стекла были Ну то есть Ты подходишь Там крыло какое-нибудь Вот так вот пальцем Оно прогибается Сколько он там весит 700 там килограмм Грубо говоря Ну конечно Ну все бывает То есть это получается Только видимость Начинка вся современная Ну Визуально только Бывают в общем Такие моменты Ну этим и цена Я так понимаю Милли-милли Потому что Там такого Там такого точно нет Там все по-настоящему Да Хотя я на миле-миле Видел например Аутентичные автомобили Со светодиодными Задними фонарями Проскочили как Не знаю Да Как По облату Внук директора хора Ехал Итальянского Ну естественно На следующий год Уже есть какие-то Запланированные Ну вот пока Только зимние Вообще На следующий год Планировать Сейчас живем В такое время Что А вот сейчас Осенью Там Португалия Испания А вот остаток Лето здесь Может быть Ну наши Наши гонки Ну это РАФ Ну это не только РАФ У нас много Есть организаторов Ну вот у тебя Какие планы Там на ближайший Месяц Ты уже занят Местами Местами Еще можно Попытаться Тебя заполучить Попытаться Можно Да Прогревай Бэхо На все серьезные Гонки Конечно Да Единственная Моя проблема Это плохие Штуры Пока что Была И жесткие Якины Точно Точно Да Ну что же На самом деле Это все вопросы Которые мы хотели Задать Ты очень развернуто Интересно Ответил Надеюсь Мне слишком скучно Было замечательно У нас уже есть Старая традиция Из двух последних выпусков Какие-нибудь пожелания Нашим слушателям И зрителям Наставления Любого рода И характера Ну Наставления не буду Кто я такой Да Про пожелания Что если Эта дисциплина нравится То постарайтесь В нее войти Со знающим человеком Для того Чтобы начать Ее Как бы Понимать Все остальное При определенном Упорстве Все остальное Придет Класс Спасибо Так Ну у нас еще Подарки Подарки Мы же еще Разыгрываем Постеры Давайте Тоже С ними Давайте Ну и еще Одна теперь Новая традиция От нас Это Конкурсы И соответствующие Призы Вот такой Вот замечательный Плакат Получит кто-то Кто его получит Сейчас нам борется Скажем Какие твои условия Ну Тот Кто внимательно Слушал Ему Наверное Будет Не сложно Назвать Самый ценный Приз В моей Автоспорте Ну соответственно Пишите комментарии Где Собственно Вас смотрите Слушаете И так далее Оставляйте Вы же Внимательные Слушатели И зрители Нашего Сток-шоу И первый Кто правильно Ответит Получит Вот Такую красоту В свой интерьер Удачи 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 Удачи